День за днём Они смогут получить автоматически. Напомню, они положены людям старше 65 лет, а также взрослым и детям, имеющим хронические заболевания, которые указаны в приложении к постановлению правительства области. Чтобы получить выплаты, обращаться никуда не нужно. Деньги придут либо на банковский счет, либо их доставит Почта России. По информации Тюменского отделения Почты России, в Тобольске доставка будет осуществляться до 23 мая. Если человек будет отсутствовать при этом дома, то Почта России сможет доставить повторно. Если же человека не будет и во второй раз дома, то выплата вернется в органы соцзащиты и повторно назначится, но уже в следующем выплатном периоде. Также проблемой при доставке может стать и несоответствие места фактического проживания и адреса регистрации. В этом случае тоже необходимо обратиться в органы соцзащиты и сообщить свой фактический адрес. Большая часть выплат на банковские счета уже поступила. Если у вас хроническое заболевание, код которого соответствует перечню, указанному в приложении к постановлению правительства номер 120-B от 17 марта 2020 года, но вы до сих пор не получили выплату, вам необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, чтобы уточнить, соответствует ли кодировка вашего заболевания перечню, указанному в постановлении правительства, и были ли вы внесены в списки для осуществления выплаты. В Тюменской области начисление выплат осуществлялось два раза – в апреле и мае. Если вы находитесь в списке, но так и не получили первую выплату, то вам сразу придет две выплаты по 2000 рублей каждая. Ситуация с ценами на продукты остается стабильной. Специалисты наблюдают небольшой рост цен и отсутствие ажиотажного спроса. Товарные запасы пополняются в обычном режиме. Молоко питьевое – 2,5% жизненности, у нас вырос, рост цен составил 0,9%, яйца куриные в среднем составили 9,6%, куры – 10%. Также произошел, в принципе, снижение некоторых видов товаров. Это рис шлифованный понизился на 3 рубля, и крупа гречневая, она, в принципе, остается в том же самом коридоре. На сегодняшний день цена составляет 63 рубля 30 копеек. Это средняя цена по городу Тобольску, исходя из магазинов местного значения. То есть федеральные сети мы пока не мониторим, они, еще раз повторяю, отчитываются напрямую в Департамент потребительского рынка и туризма Тиминской области. Контроль за наличием масок тоже ведется. Они в наличии не только в аптеках города, но и в некоторых магазинах. В случае необоснованного завышения цен на продукты с жалобой можно обратиться в отдел потребительского рынка по телефону 24 12 45. Акция «Доставка добра», организованная месяц назад, объединила табеляков, готовых помочь нуждающимся. А ситуации бывают разные, не только связанные с пандемией. С подробностями Анастасия Плюснина. Все начинать с нуля сложно не только материально. Дом – это не просто стены. И получается, что в огне сгорели еще и потраченные силы и энергия. Резида официально занимается разведением собак. Питомник породистых алабаев – это и доход, и любимое дело. К счастью, пушистые не пострадали. Их успели вывезти с территории, когда огонь перекинулся на второе здание. Сейчас Резида опасается, что стены сгоревшего дома могут рухнуть. И в первую очередь нужна помощь в сносе остатков здания и в стройматериалах. Если у вас есть какая-то ненужная техника, будем очень рады. То есть все сгорело. Стиральная машина, то есть утюги, телевизоры, диваны – все-все-все сгорело. Ничего не осталось. Даже элементарно какой-то раковины, туалета даже нет. Мы не успели вытащить ни документы, ни деньги, потому что огонь был настолько быстрый, что было уже опасно туда заходить. По словам Резиды, социальную выплату она получить не может, так как прописка не местная. Вместе с семилетним сыном сейчас живет в летнем домике. Спасает настрой на лучшее и поддержка людей. Она и сама, являясь учредителем социально ориентированной некоммерческой организации, занималась благотворительностью, собирая помощь для бродячих собак и проводила мероприятия для детей-инвалидов. Сегодня окружающие стараются помочь ей, кто сколько может. Знакомые и незнакомцы. Кто-то переводит деньги, кто-то привозит корм для собак. За одеждой семья обратилась в гуманитарный склад. Сейчас он закрыт на период режима самоизоляции. Но в данной ситуации девушки помощи не отказали. Тем более, что сегодня пришла большая партия. Более сотни килограмм вещей привезла доставка добра. Табаляки на самоизоляции, разбирая свои шкафы, смогли присоединиться к общему большому делу. В течение месяца мы собирали заявки. Наши волонтеры приезжали бесконтактно, забирали вещи. Мы их помещали на 14-дневный карантин. Вставляли там, потом их отсортировали. И сегодня первую крупную партию вещей мы передали в гуманитарный склад. То есть первая волна акций прошла. Спрос на одежду сейчас немаленький. И для гуманитарной организации это серьезный вклад. Понятно, что нуждающихся много, гораздо больше. Многие звонят. По большому счету работают волонтеры сейчас. Преимущественно у нас спрашивают продукты. Вот продукты нам жертвовали неоднократно. Сейчас закрыты магазины. В вещах нужда есть. Пока только прием. У нас спрос очень велик. Правда, те, кто занимается помощью нуждающимся, и сами сейчас в непростой ситуации. Склад полный, только вот за коммунальные услуги одеждой не рассчитаешься. Потому в благотворительной организации переживают. Если не потянут, то уже этим летом двери гуманитарного склада могут закрыться насовсем. Анастасия Плюснина, Рустам Розеев, Тобольское время. Что с государственными экзаменами для школьников? Этот вопрос волнует как выпускников, так и родителей. По информации Министерства просвещения, экзамен состоится, но даты проведения перенесут с 8 июня на более поздний период. И формат ЕГЭ для 11 классов тоже будет изменен. Учащимся, которые не планируют поступать в ВУЗы, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года. ОГЭ для девятиклассников по математике и русскому языку отменят, а итоговые оценки выставят на основании годовых. Онлайн-форма ЕГЭ в принципе не предусмотрена сегодня действующим законодательством, и поэтому на это мало приходится рассчитывать, если только будут беспрецедентные инициированные изменения в закон об образовании. Что касается более разреженной формы проведения экзамена, то такой вариант мы сегодня отрабатываем. Действительно, это более размеренная посадка в аудиториях, что требует увеличения аудиторного фонда. Конечно, будем рассаживать и по диагонали через парту, и в большее число классов, и привлечем в большее число педагогов с точки зрения организаторов этого экзамена. Также по новым требованиям Министерства просвещения и Роспотребнадзора у учащихся будет замерять температуру и обрабатывать руки антисептиком. Всего в Тобольске к сдаче итоговой аттестации допущено 731 классников и 1277 девятиклассников. Школьники мечтали не ходить в школу, взрослые работать по свободному графику. Но вот мечта исполнилась, но почему-то не все рады. Что творится дома в семьях с детьми, узнала Наталья Китова. Школьников отправили на дистанционное обучение. Родители работают на удаленке, а в детских сходах работают только дежурные группы. Уже несколько недель из-за коронавируса детям и взрослым приходится сосуществовать под одной крышей. Некоторым родителям это по душе, а некоторые мечтают о скором возвращении на работу. Многодетная мама Надежда Сафьянова крутится как пчелка в период самоизоляции. Она и учитель, и воспитатель, и домохозяйка. Красок в жизнь добавляет дочка Анечка. Время самоизоляции – один из самых сложных периодов. Вы, наверное, очень устали, не знаете, чем занять себя, своих детей. Предлагаю самое простое решение – просто лягте поспать. Теперь вы отдохнули, дети в это время были заняты делом. Да, делом. Вам есть чем заняться. Ну что, Анечка, будем стены ремонтировать? Да, я. Да? Ты будешь ремонтировать? Да. Психологи утверждают, что карантинный образ жизни может стать источником серьезного стресса. Оторванные обои, разукрашенные животные – это не предел. Многие малыши помогают взрослым работать, добавляя в нее креатив. Яночка, а что ты делаешь? Рисую. Ты рисуешь? Да, я рисую в розовом свете. А кого ты рисуешь? Я рисую. Я рисую кошку и зайку. Погода за окнами почти летний. Многие родители даже в ограниченных условиях смогли направить неуемную энергию своих чад в нужное русло. Поливка огорода, стрижка газона или спортивные занятия на даче. Ребенок, делая что-то вместе с родителями, приобретает уверенность в себе. А мы с внуком на самоизоляции время даром не теряли. Мы пришли к новым творческим вершинам. Разучили стихи и даже выучили новый танец. А внук у меня музыкальный, любит двигаться. Поэтому вот эти танцы, вот этот танец, он на ходу придумал. Все движения придумывал на ходу. Самоизоляция это палка двух консолов для одних мука. Другие используют время, чтобы побыть с родными и близкими. Кто-то открывает себе творческие способности. Однако, все-таки желаниями стоит быть поосторожнее. Вдруг исполнится. Наталья Китова, Рустам Рузеев, Тобольское время. Почти 80 миллионов рублей выделено на ремонт и благоустройство детских садов и школ Тобольска. Идет процесс заключения договоров с подрядчиками. К выполнению работ приступят уже в конце мая. В детских садов ограждения, еще в двух садах, 40-го садика, это ремонт пищеблоков. А также в школах, в 6-й, во 2-й школе ремонт полов. В 12-й школе ремонт столовой будет проходить. А в 14-й, во 2-м корпусе, это на улице Ленина, будет ремонт наружной канализации. Продолжаются работы по реконструкции бассейнов в детских садах. В программу попал второй корпус детского сада номер 49, детский сад школы номер 6 и детский сад номер 7. 8 обновленных остановочных комплексов установили на главных магистралях Тобольска. Самый современный на улице Мельникова у городской поликлиники. Оснащен цифровым табло и камерой видеонаблюдения. Здесь есть расписание, аншлаг и лайтбокс для социальной рекламы. Такие инновации появятся еще на 13 остановках в исторической части города. Всего до конца года установят 52 остановки. Часть из них изготавливают на заводах Тюмени. Чугунные отреставрирует Тобольская фирма. Исторические павильоны – это чугун и, соответственно, остекление. Данные павильоны у нас не покупаются новые. Подрядная организация производит демонтаж существующих павильонов. Их дефектовку экономия существенная, мы порядка 50-60%. Программу замены остановочных комплексов начали в прошлом году с окраин. Новые павильоны появились в микрорайонах Менделеева, Иртышском и в поселке Сумкино. В Нижнем Посаде они с художественным оформлением. Практически все остановки будут попадать в поле зрения камер системы «Безопасный город». С 2020 года за содержанием мест ожидания транспорта следят дорожники. Они отмечают, что табуряки стали больше беречь имущество и сохранять порядок. Далее прогноз погоды. У меня на этом все новости. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь дома. 14 мая в Тобольске возможен небольшой дождь. Днем на термометре 23-25, ночью около 15 градусов. Ветер северный 2 метра в секунду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok